Дневной разворот Да, собственно, учредитель этого конкурса Так вот, наша радиостанция получила целых три награды Николай, вы в курсе? Нет, я в это время был в Министерстве спорта В Министерстве спорта? Да Дело государственной важности Безусловно, да Хорошо, но не об этом, да, собственно, в развороте Кстати, сегодня день рождения празднует глава города Елена Васильевна Ковалева Давайте поздравим Пожелаем всего хорошего и доброго Всего самого наилучшего, здоровья, счастья и успехов в работе Это что очень важно, да? Да, присоединяюсь Традиционный для пятницы культпоход будет у нас после 12.05 Масса призов Вопросы Интересный гость Наш номер телефона 211-101 Будем разыгрывать, как обычно Как это мы делаем в последний рабочий день недели Вопросы уже готовы, призы уже готовы 211-101, готовьтесь вы теперь Ну, а перед этим следующая тема Состояние гражданского общества в России Обсудили на итоговом заседании Общественной палаты Российской Федерации У нас в студии член Общественной палаты России Вице-президент Федерской торгово-промышленной палаты Андрей Висенко Андрей Леонидович, добрый день Добрый день В день Конституции, собственно, да? 12-го числа Состоится это пленарное заседание Именно так Секретарь УПРФ Валерий Фадеев Представил доклад о развитии гражданского общества В 2017 году В прессе, собственно, уже, если интересно, можно ознакомиться Масса вопросов там было затронуто Давайте по порядку пройдемся Давайте с главного Со значения, собственно, да? С каких-то таких итогов значимых Ну, коллеги, если позволите Начну несколько с иного Но вы сказали о том, что за день сегодня День рождения главы города Но я хочу там Не вам напомнить, а слушателям нашим В первую очередь Сегодня день памяти Журналистов, погибших При исполнении своих Обязанностей Да, служебных, персональных обязанностей Да Ну, я бы даже, наверное, не стал называть это обязанностями Настоящих журналистов Являющихся таковыми По сути своей деятельности Потому что, я думаю, что не все случаи Произошли там при исполнении Но это Это однажды тема обсуждалась здесь в студии Я помню, мне задавали об этом вопрос Когда произошло нападение на вашу коллегу В студии Эхо Москвы Я тогда сказал о том, что, собственно говоря Нападение на журналистов Это нападение на ту аудиторию Которая его слушает К нему прислушивается Которую он в определенном смысле представляет Или читает его материалы Или так далее смотрит Та аудитория, для которой он работает, собственно говоря Вот, на мой взгляд, нападение на журналисты Это акт такого массового насилия В отношении тех людей Которые к этому журналисту прислушиваются Или читают Поэтому очень жаль, что подобные случаи Периодически происходят И профессия журналистов, насколько я знаю Входит в рейтинг одной из самых опасных в мире Но, с другой стороны Именно благодаря таким действиям И таким журналистам Мы, собственно говоря И пытаемся получать объективную картинку Поэтому почтим память И такой вот сегодня день У меня день начался с того Что мы были у памятника У нас есть памятник журналистам Погибшим в годы Великой Отечественной войны Но так как, понимаешь Что все равно, как бы Ну, не погибают Объединяющее место Да, это объединяющее место Так сказать, возлагали цветы Как раз вот говорили о том Что... Ну, вот сейчас инициатива Я как раз говорил, что союз журналистов Инициатива Прошла о том, что как бы Внести изменения, в том числе В уголовный кодекс И приравнять статус журналиста К статус общественного деятеля Чтобы все-таки Ну, серьезнее было ответственность За вот такого рода вещи Защитить законодательство Ну, хотя бы, да Хотя бы вот так Хотя я, конечно, не уверен Что жесткость наших законов Так кого-то защитит Кого-то спасет Ну, я думаю, что кроме законов Здесь, конечно, надо менять Собственно говоря, отношения в обществе Изменение закона Это один из способов Там недостаточный Ну, необходимый, что называется И, кстати, возвращаясь уже Там к теме встречи Нашей сегодняшней программы Один из вопросов Который поднимался На итоговом пленарном заседании Общественной палаты Было в том числе Изменение статуса Потерпевших, так скажем Случае при нападении На врачей скорой помощи Пожарных То есть тех людей Которые тоже выполняют Свои там обязанности При этом высокого Социального значения Да И подвергаются насилию Да, мы тоже с вами все эти К сожалению К сожалению, частые случаи В последнее время Да И как раз Вопрос этот В рамках пленарного заседания Обсуждался И насколько я знаю Именно, по-моему, в тот день 12-го было принято В первом чтении Поправки к закону Также В Госдуме Да, уже в Госдуме Ну, то есть Формирующие это Как оттягчающие обстоятельства При совершении Подобных преступлений Поэтому То есть, соответственно Санкция Жестче Да Жестче будет То есть И это как раз Вот в качестве Ответа на вопрос В чем состоит В том числе Деятельность Общественной палаты Эти поправки Были инициированы После обсуждения Ситуации в Общественной палате Сформулированы И достаточно оперативно Надеемся Что и второе Третье чтение Пройдет Соответственно Так же быстро Отработанное Нашей Государственной думой Вот Ну, а Если уж В общем Отчастности К общему Да Пленарное заседание Общественной палаты Итоговое По 2017 году Представление проекта Пока на данный момент Проекта доклада Потому что Был представлен Собственно говоря Тот документ В который По итогам Пленарного заседания Поступят еще Дополнения Предложения Изменения Но Проект был представлен Мы с ним ознакомились Проект отличается От То есть Документ отличается От тех Которые Выпускались Общественной палатой В предыдущие годы Он Меньше по объему Реально меньше На это мы все Обратили внимание Но При этом В него Не попал Достаточно Серьезные Некие серьезные Блоки Но при этом Все то Что в докладе Есть Неплохо Структурировано В виде Статистика Аналитика Выводы Статистика Аналитика Выводы То есть Если раньше Доклад Может быть Носил В некой степени Более презентационный Характер С точки зрения Такой Текущей картины То Нынешний доклад Достаточно Содержательно Формулирует Выводы Которые Позволяют Принять Какие-то Либо решения Либо наметить Основные Направления Дальнейших Обсуждений Есть Неоднозначные Выводы Я например С удивлением С некоторым Так скажем Удивлением Зная в принципе Позицию По Этому Вопросу В целом Я например Для себя Отметил Взял с собой Проект доклада Проект передо мной Но он кстати Есть в электронном виде То есть при необходимости Там можно И поработать И над ним Закон Об НКО Иностранных Агентах Закон Который В свое время Наделал Много шума И продолжает И продолжает Делать этот шум Каждый год Появляются Какие-то Странные Ситуации С тем Кого Относят Последняя Из Интересных Ситуаций Сейчас Не помню Дословно Название Организации Грузоперевозчики Которые Достаточно Активно Против Платона Выступают Их Присвоили Статус Иностранных Агентов Потому что Они получили Некое Анонимное Частное Пожертвование Из Германии Знать Не знают От кого Знать Не знают На что Но финансирование Получили На счет Деньги Эти не Израсходовали Но статус Получили Иностранного Агента Так вот Вывод Общественной Палаты По По этой Ситуации Достаточно Интересной Здесь Говорится О том Что законодательство Об иностранных Агентах Провоцирует Создавать Холдинги Одна Организация Регистрируется Для политики И российских Денег Другая Для иностранных Денег И вне Политической Жизни Для некоторых Профессиональных НКО Этот закон Является Барьером При вхождении Руководителей Сотрудников В состав Региональных Общественных Палат И Советов Вывод Достаточно Жесткий Который На мой Взгляд Требует Отработки В 2018 Году С точки Извления Корректировки Законодательства Потому что То что я Сказал Статистика Аналитика Выводы Если почитать Аналитику То есть Очень много Подводных Камней На самом деле До сих пор Этим законам Не отрегулированных К примеру Финансирование Со стороны Российской Компании Имеющей Доход Из-за Рубежа То есть Компания Имеет Доход Российская Компания При этом Имеет Зарубежные Доходы И оказывает Финансирование НКО Что это Это Зарубежные Деньги Или Российские Деньги В счете Этой компании Они же не окрашены Не поймешь Све они Значит Интересный Вопрос Кстати Финансирование Со стороны Возьмем Понятный Пример Со стороны ООН ООН Это Заграничная Организация Заграничная Учредитель Квартира Учредитель США Учредитель Там на самом деле Все страны Много Штаб-квартир Находится Съезд Учредитель По факту Получается Что финансирование Со стороны Соответственно Все организации ООН Соответственно ЮНЕСКО И прочие институты Международные Это все получают Заграничное Финансирование Так у нас надо Очень много Кого признавать А ЕСП Человек Выносит Решение В ПОЭТ Да Это что Чьи деньги Смотрите На самом деле Гротескные Ситуации Но эти Гротескные Ситуации В результате Трансформируются В вполне Конкретные Проблемы В вполне Конкретных Организаций И вот это Несовершенство Закона С точки зрения Его толкования С точки зрения Толковать его Можно двояко Для кого-то ООН Организация Добрая И хорошая По отношению К какой-то Он может Принять Так как Вы получили Деньги От ЮНЕСКО Это опять же Зависит От конкретного Мнения Конкретного Человека То что Собственно говоря И является Крайне Субъективным Поэтому Я вот на примере Вам То что Этот вопрос Таким образом Сформулирован В докладе Общественной Палаты России Которая собственно говоря И должна показать Вот эту Репрезентативную Выборку На мой взгляд Это хороший Показатель Того что Несмотря на В общем Консолидированную Позицию Органов власти По данной теме И мы ее знаем Она там Достаточно регулярно Озвучивается Общественная Палата России Здесь имеет Свою позицию И я надеюсь Что для Общественной Палаты На 2018 год Вот это Ну в том числе Эта тема Станет Одним из Направлений Работы уже То есть Вывод сделан Значит надо Что-то с этим Делать опять же Безусловно Корректировка нужна Законодательская Итак нам пора Сделать небольшую паузу Андрей Юсенко Член Общественной Палаты России Вице-президент Советско-торгово-промышленной Палаты Вернемся через полминуты Общественная Палата Российской Федерации Подвела итоги работы Вернее не итоги работы А состояние Гражданского общества Да Был сделан доклад И вот сейчас Андрей Леонидович Усенко нам Доносит основные Какие-то моменты Обсуждался там Еще один интересный вопрос Создание ассоциации Региональных Общественных Палат Да Что это за орган Такой На самом деле Вы совершенно правильно Владимир Оговорились Итоги тоже Подводились Потому что кроме Презентации доклада Собственно говоря Руководители комиссии Выступали с подведением Итогов о том Какие вопросы Рассматривались Что было сделано Плюс Руководители Региональных Палат Присутствовали Тоже выступали Мы как Представители Региональных Палат И в общем Еще на форуме Сообщества В начале Ноября У нас Вот эта тема Постоянно Возникала О том Что Между Общественной Палатой России И региональными Палатами Ну Скажем так Объем Взаимодействия Пока Недостаточно Несмотря на то Что там От каждого Региона Есть представитель Несмотря на то Что есть Сейчас Сейчас существует Ассоциация Президиум Совета Региональных Палат Что-то такое Но ощущение Того Что этого Объема Взаимодействия Недостаточно Оно Есть Постоянно Потому что Мы например На форуме Сообщества Обсуждали Что В том числе Есть даже Оторванность Вот этих Региональных Ну вернее Окружных Форумов Да И федерального Потому что На каждом Окружном Форуме Что-то Рассматривается Но на федеральный Уровень Не транслировалось Это Этот вывод Был сделан И в следующем Году Решили поступить Несколько Иначе То есть на каждому Окружному Форуму Будет Посвящена Федеральная Тема Общефедеральная Которая Впоследствии Там будет Ее итоги Рассматриваться Уже на итогу Поэтому действительно Возникла Идея Создания Некой Ассоциации Региональных Палат Но На самом деле На мой взгляд Когда мы Вот это Обсуждали С коллегами Здесь Гораздо Большим Недостатком Является Объем Взаимодействия Не между Региональной Палатой И федеральной То есть не вертикальная А между Общественными Палатами Региональными Да Потому что Я с этим Сталкивался Еще когда Был секретарем Региональной Палаты Нашей Ты гораздо Чаще Коммуницируешь С федеральной Палатой Нежели Чем По горизонтали Со своими Коллегами А для чего Это нужно Пояснить Слушайте Ну это Имеет Целый ряд Плюсов Причин И мотивов Начиная с того Зачем изобретать Велосипед Если соседи Его изобрели В первую очередь Это опыт Это объединение Усилий С точки зрения Поднятия вопросов Опять же На конкретном Примере Как я обычно Люблю Мы на нашем Гражданском Форуме Подняли вопрос Веса Школьных Рюкзаков Иранцев Которые дети Носят Я на пленарном Заседании С коллегами Из других регионов Общаюсь И понимаю Что у них Проблема В общем Они Такие же Искольная программа У всех Такие же Предлагал Им И предлагаю Инициировать Подобные исследования Для того Чтобы дать Информацию В Минобор Федеральный Не от одного региона А от ПФО Другой Массив информации И другой Другой вес Этой информации Хорошей положительной практики Общественная палата Россия Ведет Такую работу И издается Сборник Лучших практик Региональных палат Но Достаточно Солидное Издание Далеко не каждый Будет его листать Практика решения Тех или иных проблем Практика взаимодействия Процесс идет Опять же В виде примера Когда мы провели Наш региональный Гражданский форум Буквально через несколько дней Мне раздался звонок Из Ульяновской области Государственный служащий Сказал Что у него есть поручение Губернатора Ульяновской области Который Слышал От Фадеева Что в Кировской области Очень качественно И содержательно Был организован Гражданский форум И вот губернатор Ульяновской области Услышав это От секретаря Общественной палаты России Поручил своим Разобраться Что же там было Так хорошо И значит И этот опыт То есть у них Ничего подобного Там не проводится Да Вообще интересная Такая структура Получается Левой ногой Правое ухо Почесали Да Ну коллеги Я по этому поводу Позволю себе Легкую шутку После того Как я достаточно Часто стал В федеральной палате Вернее Стал в ней работать Да я сейчас Шучу о том Что у нас В России Все делается Через одно место И это место Москва Вот так Вот все связи Устроены Транспортные Логистические Там Принятие решения Любые вещи Да Все через там Гражданских связей Крайне мало Потому что На самом деле Мы тех же Ульяновских коллег Приглашали к нам приехать Приезжайте Смотрите Вы все это поймете Ну правда Надо сказать Что они нас приглашали И мы тоже не ездили Поэтому Поэтому На мой взгляд Вот тема Ассоциации региональных палат В первую очередь Имеет Две задачи Базовая Это Горизонтальная коммуникация Между палатами Обмен Проблематикой Опытом Наработками Проектами Ну а вторая Это Несколько Более весомое Общее мнение При коммуникации С федеральной палатой Потому что Тот же Секретарь палаты Валерий Александрович Много сейчас говорит О повышении И статуса И независимости Региональных палат Но мы В некоторых вещах Видим вот такой вот Федеральный взгляд Да С которым мы Не во всем Например готовы Согласиться Да Или Считаем необходимым Дать обратную реакцию Потому что Это касается И механизмов Формирования Это касается И принципов Деятельности Ну Разные есть вещи И когда ты Один там От региона Пытаешься Это федеральной палате Сказать там Руководству Это одно Другое дело Если мы там Консолидированно выступим Скажем что у нас там 60 процентов Региональных палат Вот за такое решение Ну с этим сложно уже там От этого не отмахнешься По крайней мере Да С этим сложно спорить Потому что Ты для них Пытаешься сделать А они тебе говорят Что ну Надо сделать Немного по другому Поэтому вот Цель собственно говоря Такова А организационно Как это вообще Будет выглядеть Эта ассоциация Ну вот Думаем мы Думаем потому что Страна у нас Большая Расстояние Еще одна какая-то Дополнительная структура Нет Нам не хотелось В этом во всем Общественном процессе Дополнительных структур Мы понимаем Что ну Вот смотрите Опять же там С точки зрения Работы представителей Общественных палат России Вернее региональных В России Да Ну мы полгода уже Проработали Там почти Да С июня При этом Пленарные заседания Проводятся два раза в квартал То есть мы собирались Трижды Первая пленарная Сентябрьская Я не со всеми коллегами Из регионов К сожалению Даже у знаком Еще Вот просто знаком Потому что 85 регионов За три Там раза в Москве По два представителя По одному По одному представителю По одному Даже со всем А пленарка это один день Да Ну пленарка два дня Два дня Я в этот раз был один день Потому что Ну там Во второй день была встреча В Совете Федерации Ну У меня были дела здесь Основные По месту основной работы Поэтому Не успеваешь даже просто То есть полгода прошло Я просто считаю Шесть дней 80 представителей На самом деле Просто не успеть Не успеть Или надо просто Все бросить И только И только Знакомиться Не то чтобы пообщаться Только познакомиться Здесь конечно Вот этой Горизонтальной связи Нам не хватает А у тех Кто вновь стал То есть я там У многих еще знаю По опыту Работы в предыдущем Созыве По РФ В котором я часто тоже бывал А те кто впервые Новенькие Они совсем там Плохо ориентируются Даже Вот поэтому Андрей Леонидович Так часто Произносит слово Коллеги Коллега Тут Коллега Коллега Вот Поэтому Смотрим Какая форма Естественно Это надо делать С использованием Современных коммуникаций Потому что Не наездишься Не налетаешься У нас опять же Все через Москву И в тот же Ульяновск Попасть проще Через Москву Перелетом Нежели чем Как-то иначе Я не говорю уже Про Заураль Дальний Восток И южные регионы Далеко долго и дорого Поэтому Смотрим Но Здесь ведь вопрос Не в знакомстве Здесь вопрос в позициях Я выступал На этом пленарном заседании Для У нас тоже Как и у региональных палат Есть определенные вопросы К активности Членов палаты С точки зрения Принятия решений Или участия в мероприятиях И я И здесь в регионе Когда В региональных мероприятиях Или Федеральных Я и здесь коллегам говорил И в Москве Выступил Ровно говоря С тем же Я сказал Что Никто никого не заставлял Идти в члены общественной палаты И у члена Общественной палаты Есть одна главная обязанность Вот одна главная обязанность Она не закреплена Законом Или регламентом Но эту обязанность Он точно должен выполнять Эта обязанность Иметь свое мнение Позицию Иметь мнение Позицию И условно говоря Ее формулировать И Представлять Вот это его обязанность Он должен это делать Потому что он представляет Большое количество людей Стоящих за ним Доверивших ему это А если ты По каким-то вопросам Не высказываешься Ни да Ни нет Ни за Ни против Собственно говоря Ты вот эту обязанность Свою главную Не выполняешь Но порой бывает трудно Наверное Все таки Сформулировать Четкую позицию Потому что Все это не так Однозначно Ну возможно Возможно Хотя там Всегда есть пункт Воздержался Да И отсутствие Меня всегда это удивляло Например В депутатских голосованиях Там на разных уровнях Да Ну ладно Воздержался Если я еще как-то могу понять Ты не определился Бывают же прецеденты Того что Количество проголосовавших В принципе Не соответствует Количеству присутствующих То есть Вообще ничего Ты даже не неопределился Даже не воздержался Да То есть Что это за позиция Я ее не понимаю И на мой взгляд Это крайнее неуважение В том числе К своим коллегам То есть Коллеги рядом с тобой работают Вопросы поднимают Занимаются ими Я сейчас В принципе Про механизмы демократии Говорю Да там Представительные органы власти Общественная палата Общественные советы Твой коллега Занимался каким-то вопросом Он изложил его Там в письменном Или устном виде Он просит тебя Сформулировать свою позицию По этому вопросу Ты можешь сказать Что ты согласен Ты можешь сказать Что ты не согласен Ты можешь сказать Я ничего в этом не понимаю Но если ты просто Молчишь в ответ Это неуважение И к коллегам И к тем людям Которые тебе доверили Эту позицию формулировать Реклама Реклама у нас сейчас будет Андрей Юсенко Член общественной палаты Российской Федерации Вице-президент ВТП Вернемся через полторы минуты 12 декабря в Москве Стоялось пленарное Итоговое пленарное заседание Общественной палаты Российской Федерации Основные моменты Сегодня озвучиваем Главные моменты Озвучиваем в нашем эфире Вместе с Андреем Мусенко Членом ОПРФ Поднимался вопрос В том числе И о финансировании Региональных Общественных палат Региональных именно И тут Много разных вопросов Напомните Бюджет ОПКО Каков? Бюджет ОПКО Общественной палаты Кировской области На этот год Если я не ошибаюсь 2 миллиона 200 тысяч рублей Что-то такое Но Чтобы было понятно Сразу То есть Весь бюджет Это Собственно говоря Зарплата аппарата Не устаем Говорить в этой студии О том Что члены палаты И ее руководители В том числе Зарплату никакую не получают Это зарплата аппарата Который в том числе Включает в себя Центр общественного контроля ЖКХ По состоянию На начало года Кроме зарплаты Общественной палате Было выделено 60 тысяч рублей На весь год На все На все мероприятия Да На мероприятия На командировки На бумагу На интернет На воду На все На все Вообще Потом немного добавили Но Эта проблема есть Потому что Мы не исключение А я сейчас Про наш регион Нет В смысле Эта ситуация Сравнивать Да С другими регионами Нет Ну есть конечно Регионы Я Насколько помню Где общественники Побогаче Живут Ямал-Ненецкий Ямал-Ненецкий По-моему Там Миллионов 30 у них Ну Бюджет общественной палаты Ну для них Это то же самое Что для нас 2 миллиона Нет Ну вот опять В смысле Выделить им 30 миллионов Нет Там просто Надо разбираться Потому что У них например Ну мы то можем С вами там В В Уржунский район Съездить на машине А у них то все На самолете Крупнейший регион Они все На самолете Хмал-Ненецкий А Хантамансийский Это Хантамансийский Да Это Ямал-Ненецкий Ну в общем То есть Тоже надо Внутри то смотреть Поэтому Есть регионы Где руководители Палат работают За зарплату А есть регионы Где даже аппарата нет Например Пермский край При всем его Достаточно Таком Передовом опыте Там Развитие Гражданской Активности Общественной У них нет Аппарата Палаты У них нет Учреждения Как у нас У них Деятельность Палаты Обеспечивает По-моему Два или три Человека Из секретариата Министерства Внутренней политики А вот так Они решили Да То есть Вообще Нонсенсная Ситуация Потому что Деятельность Палаты Обеспечивают Чиновники В прямом Подчинении Собственно Град Тех С кем Приходится Вести Периодически Дискуссию Поэтому Отсутствие Унификации Вот этой Системы Каждый Делает Где-то Как удобно Где-то Как выгодно Где-то Как добились По-разному Где-как Могут Где-как Могут Да То есть Унификация Этой системы Она конечно На уровне ОПРФ И у самого Фадеева Вызывает Много вопросов И с точки зрения Организационной формы И с точки зрения Финансирования Когда закон Модельный закон Об общественных Палатах регионов Разрабатывался В нем присутствовал Пункт Об обязательном Нормативе Финансирования Региональных Палат Обсуждалась Тогда сумма В размере Пяти процентов От бюджета Законодательного собрания Представительного органа Как-то так Прикинули Посмотрели Если в Кирове Сейчас представиться Нам неизвестно Неизвестна строка Я сейчас не скажу Но это больше В общем чем сейчас Незначительно На самом деле Это прикинутая цифра Была По-моему Мы тогда смотрели По 15-му году Когда я был Секретарем палаты И мы рассматривали Это было порядка Два с половиной миллиона Два семьсот Вот эти пять процентов Да Вот Но единственного мнения По этому поводу нет И сами региональные палаты Здесь пока единого Там Мнения не имеют И высказать его не могут У меня есть Там Радикально революционное Предложение Я его собственно говоря Там Пока В Общем В общем формате Не высказывал Потому что считаю Что надо как раз В рамках этой Ассоциации региональных Палатов Сначала на горизонтальном уровне Судить Консолидированные Я с коллегами По этому поводу общался Они Сначала конечно Там В легком Недоумении Оторопи Прибывают Но потом В общем Видят плюсы Я предлагаю Вообще Перенести Финансирование Аппаратов Региональных Палат На федеральный уровень Вот с точки зрения Независимости С точки зрения Дистанцирования В принципе это логично Совершенно нормальная Конфигурация Если с точки зрения Денег Деньги Крайне небольшие Если мы возьмем Даже грубо говоря По 5 миллионов На регион Усредненно 85 регионов Это получается 475 По-моему Миллионов рублей Меньше полумиллиарда На федеральном уровне Совершенно незначительные деньги Причем это надо как бы Добавить в финансирование Общественная палата России Ее аппарата Потому что она финансируется По такой же схеме И тогда возникает Нормальная ситуация Федеральная палата Ее аппарат Создает филиалы В каждом регионе Они подчиняются Федеральному аппарату Потому что все движение Документации Всего-всего Происходит Вот в нормальной Такой конструкции А общественная палата Регионов Не претендуя на эти деньги Потому что они там Зарплату не получают Ничего Они становятся Реально Как бы там Не привязанными Никаким образом К решениям местных органов власти Каждый год Не придется Трестись И нервничать Сколько нам там дадут Сколько выделить Дайте 100 тысяч рублей Пожалуйста Чтобы нам Гражданский форум провести Что в этом году Выделили А в прошлом году Например На гражданский форум Не выделяли ни копейки Мы Члены палаты Скидывались Благодаря там Их Позиции И финансировали То есть вот Эта идея есть Я понимаю Что ее там Сейчас На федеральный уровень Сразу закладывать Смысла не имеет Потому что В этот бюджетный цикл Мы уже не попали А вот В 18-й год Собственно говоря Мне бы и хотелось Заручиться поддержкой коллег Для того Чтобы вот Новый реальный шаг То есть получается так Что аппараты Становятся некой Такой единой Федеральной структурой Аппараты Именно аппараты Не члены палат А именно аппараты Сами которые обслуживают Общественные палаты Вертикального подчинения Не получают А аппараты Которые организационно-административные функции Выполняют Они как раз да И тогда нормально Потому что Большинство там Как раз Скажем так Алгоритмического взаимодействия Оно идет по этой линии Это можно унифицировать Те же системы документа оборота Вместо того чтобы там В каждом регионе Там свою придумывать Покупать или что-то делать Пожалуйста там Федеральную сетку сделать То есть ну На самом деле я говорю Когда с коллегами общаешься Плюсы видят в общем В большинстве своем Минусов пока Ну вот там Пока не обнаружили Сколько Ну видимо идеального Ничего не бывает Но по крайней мере да Найдутся и минусы Но по крайней мере так вот С точки зрения логики Мне кажется Это очень хорошее предложение Я сейчас вспомнил С чего мы начинали Хотя вот опять же скажу Я тоже согласен Когда начал рисовать Вот эту схему Я сначала думаю Как так получается Вроде как палаты Вертикально-то ориентированы А только аппараты Это классно Я сейчас вспомнил Просто с чего мы начинали разговор Об иностранных агентах Главное за рубежом Тринансирования Не искать Не попасть Ну вот мы уже говорили о том Что ты сейчас не поймешь Как от этого вернуться Потому что Что не посмотришь Везде где-то Можно налететь На иностранные деньги Да То есть еще раз То есть вы получите деньги Не прося их даже В принципе да Когда пожертвования Собирают Когда люди собирают пожертвования Они же собственно говоря Они отказываются от пожертвования Кто знает кто как Почему А потом оказывается Бух и все Несколько минут у нас еще есть Давайте тему еще Общественных советов Затроним Ну тема общественных Что снимет В какой сейчас стадии Тема общественных советов Конечно там В плоскости обсуждения Уже не первый год Ну мы изначально Я вот по крайней мере Отдавал себе отчет Изначально о том Что это вопрос Который будет там Такого длительного Что называется там Формата решения Да Потому что Перенастроить отношение К этому институту Причем не только Со стороны чиновников На самом деле Мы же с вами понимаем Что там В значительной степени Ну такое Скептическое отношение К общественным советам Вызвано в том числе Деятельностью Самих членов Общественных советов Потому что Не только в чиновниках Там все проблемы Ну это просто уже Традиционно понимаешь Вот как они были Раньше общественные советы Все понимали Что это хорошее Такое времяпрепровождение Приятная компания Ну да Личное знакомство Свидетельства Какие-то удостоверения Да 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 Это всегда было От этого трудно Перейти к тому Что советы должны Еще по другому Можешь позвонить потом Да Порешать какие-то Свои вопросы Конечно Это всегда было очень Можешь прямо на совете Свой вопрос Начать решать Там же все свои Понимаешь В общем все это нечестно Да С точки зрения Объективности Это так сложилось Так сложилось Да То есть Ну как бы Там Как бы Институт был сформирован Но работал совсем не так Как он должен работать Сейчас его приходится Перенастраивать Не там Не сначала все делать А перенастраивать И Вопросы Вернее Ситуация меняется То есть Я уже приводил пример Например там На федеральном уровне Ситуация Когда Общественная палата Отказалась утверждать Состав ряда Общественных советов Которые хотели утвердить Общественная палата Рекомендовала Распустить Общественный совет Например При Росавиации После ситуации С Вимавиа Когда было понятно Что Ну собственно говоря Вот этой обратной связи Никакой не было И реагирования на ситуацию И к этой рекомендации Прислушались Там запущено По новой И сейчас идет Очень серьезный процесс Формирования Общественных советов Федеральных Их может быть не видно Но я как член ряда Там Экспертной группы Его вижу Я могу сказать Конкурс на Место Федеральных Общественных советов От трех до семи человек Учитывая то Что там Состав совета 32 Там 36 человек Представляете себе Какое количество Кандидатур заявляется Причем это кандидатуры От общественных объединений Иногда очень сложно выбрать С одной стороны Людей не знаешь С другой стороны Там список регалий Читаешь Понимаешь Что человек в сфере Это в этой отрасли И мы сейчас Вот тоже Опять же С коллегами Горизонтальное общение Мы поставили задачу Что надо наполнять Эти советы Людьми из регионов Да Будет сложно ездить Да Там как бы Но Мы сейчас Скажем так Есть у меня Вот Задача Включить нашего Представителя В общественный совет При Росавтодоре Та тема В которой мы там В регионе Сильны Да Что называется Вот Я Там конкурс Восемь человек на место Росавтодор Деньги Там Десятки миллиардов рублей Ежегодно Да Вот И общественный совет Хоть вроде и не влияет Но вот прикоснуться-то всем хочется Восемь человек на место Сейчас заявки Вот идет процедура Я очень надеюсь Что нам там Благодаря нашим заслугам И в том числе Благодаря тому Что комиссию По выбору членов Общественных советов Возглавляет Владислав Гриб Который у нас Бывал Видел нашу практику Очень надеюсь Что нам это удастся сделать Ну Что называется Скрестили пальцы Но Хочу на этом примере Показать то Что надо Вот Региональные Региональные Региональных Экспертов Региональные Персоны Включать в эти Советы Для того чтобы Они не только внутри Как там традиционно Садового кольца Заседали Получали информацию С земли Что называется Поэтому ситуация Меняется Советы Начали проводить В Общественной палате И это кстати Предложение Которое На нашем форуме Я озвучил И предложил зафиксировать Прямо на площадке Общественной палаты И общественники ходят В гости к чиновникам И чиновники ходят В гости к чиновникам И завершающий пример Буквально накануне Пленарного заседания Состоялось Заседание Общественного совета Минэнергетики России А его возглавляет Там немного немало Герман Греф Так вот Проект закона Который разработал Министерство энергетики России Не буду сейчас В суть В суть сдаваться Но там Достаточно серьезные изменения В сфере электроэнергетики Общественный совет Забраковал И министр Прямо на общественном совете Сказал Забирайте Идите Переделывайте Пока общественный совет Не согласует проект То есть там Греф занял Очень принципиальную позицию Вот там Вот результат работы Общественного совета Так должно работать Ну то есть мы опять к тому же И приходим Что от членов Общественного совета Очень многое зависит Там не только ведь От министерства самого Вот так же должны работать И наши Неизвестно конечно Трудно ли спорить с Грефом Ну показательно Да Хорошо Спасибо большое Андрей Усенко Член общественной палаты России И вице-президент Вятско-торгово-промышленной палаты Обсудили то Что было на пленарном заседании ОПРФ 12 декабря Были подведены итоги Спасибо что пришли Донесли Интересно Спасибо что приглашаете Да Только поход через 20 минут Мы не прощаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok